Всем привет! Мы на гала-концерте творческого фестиваля Поколение Мэкс, где собраны самые творческие ребята, которые умеют и петь, и танцевать, которые своими улыбками запалены прямо в сердце. Ну что ж, не будем медлить и поскорее же начнем! У микрофона Рогачева Алиса и Анфиса Савран, а вместе с нами команда... Hello Russia! А вот как стать популярным в Ютубе, вообще в блогинге и так далее? Нужно просто стараться больше делать и прям вот выбиваться в топ, потому что если этого не делать, то ничего не будет, на самом деле. И найти себя, свою изюминку, чтобы вообще было что показать зрителю и быть интересным. Как твои ощущения, находясь на сцене? Как тебе вообще зал? Как тебе настроение, атмосфера? На самом деле все нереально круто. Какая была огромная работа проделана для того, чтобы сейчас этот концерт состоялся. Сколько номеров было подготовлено, сколько часов репетиций, сколько подготовок костюмов и всякого такого. У нас есть отдельный стилист, к которому подходил каждый ребенок с поколения Next. Говорил, я хочу выступить в этом, в этом, в этом. И она отбирала, говорила, что так, что не так. А вообще, первый раз на мероприятии поколения Next? Да, на поколение Next мы впервые, но мы за это время успели провести эфиры на радио, выступить на радио, выступить на радио, выступить на радио Kids FM, выступить на галоконцерте, на Муз-ТВ и вообще многое другое. И это очень классно, потому что поколение Next может позволить нам выполнять какие-то такие действия, которые для нас на самом деле неожидаемы. А какие у вас есть способы, чтобы избавиться от волнения на сцену? И вообще, какие эмоции вы испытываете на сцене? Да нет никаких способов. Просто, когда мы уходим на сцену, у нас просто настолько все отлажено, и мы знаем все от и до, поэтому и волнения нет. Конечно же, когда что-то для нас новое, там новая программа, новая песня, новая какая-то постановка, тогда мы испытываем волнение. Но это связано с тем, чтобы что-то не забыть. Расскажи, пожалуйста, как у вас происходила коллаборация с ArtCast? Очень клевые ребята, я с ними не успел познакомиться, но это получилось очень неожиданно. Мы встретились на сцене. Мы познакомились на сцене, прям вышли и познакомимся во время номера. Мне они понравились, клевые ребята, еще обязательно встретимся и запишем что-нибудь. Что такое шиперинг? Шиперинг – это когда ты хочешь, чтобы два человека сошлись в твоих мечтах. Нет, нет. Это дар данный увидеть любовь там, где ее нет. Страшно выступать на сцене, когда на тебя все смотрят, принимают трансляции? Нет, на самом деле внутри мандраж есть перед тем, как выйти на сцену. Но потом, когда ты выходишь на сцену, слышишь музыку, начинаешь петь или танцевать, неважно, все улетучивается. Ну, лично у меня. На самом деле это очень круто, потому что ты чувствуешь поддержку и отдачу от людей, и это еще больше вдохновляет на новые песни и на новые концерты и работы. Скажите ваши эмоции, впечатления о фестивале «Поколение Next» в этом году. Ой, на самом деле потрясающе. Я в этом году первый раз. Меня пригласили, вот как вспомогательное звено для хореографов, и это была потрясающая, очень крутая работа. «Поколение Next» – это большой кастинг. Как вы делитесь среди сотни участников? Ну, нужно, безусловно, стараться быть ярким, инициативным, каким-то эпатажным. Ну, то есть не стоять в сторонке, и все, будет хорошо. Это была самая головокружительная неделя этого лета. На фестивале «Поколение Next» собрались самые талантливые и творческие ребята этой страны. Мы были на самых крутых мероприятиях этого месяца, на параде, на фэшн-шоу, также на пеновечеринке. Это все было на «Поколении Next». Наш телепроект «Телемори» на канале «Hello Russia» был в самом эпицентре всех событий. На камере садится батарейка, поэтому всем лайк! Субтитры сделал DimaTorzok